Хочу вас поприветствовать на нашем замечательном мероприятии, которое посвящено организации удивительной совершенно такой экспедиции, которую придумали Игорь Чапал и Татьяна Крептистова, чтобы популяризировать удивительный совершенно и эксклюзивный объект нашего исторического и природного наследия, так называемые Суламайские столбы или подкаменно-тунгусские столбы, которые расположены в 100 километрах от Устья подкаменно-тунгусских. Это приток Енисея правый, если кто не знает. И заодно дать возможность прекрасным нашим участницам сделать там незабываемые снимки, эксклюзивные совершенно снимки, потому что, я вас уверяю, никто до этого там с такой целью не бывал и вряд ли уже побывает. Если мы, конечно, не сделаем из этого мероприятия традиционное какое-то явление такое. Это Игорь Чапалов, известный путешественник Красноярска. И я за то, что он меня в свое время затащил на эти столбы, я буду ему благодарен всю жизнь. Игорь Геннадьевич, спасибо, Андрей, что меня тут встали. Идея проекта была такая. У нас в Красноярском крае есть памятник природы под каменно-тунгусские столбы. Они являются памятником природы Красноярского края. То есть находятся в ведомстве о дирекции по особо охране природных территорий. Кроме этого, мы в свое время включили их в 100 самых удивительных объектов природы Красноярского края. Издали альбом. И сейчас работаем экспедиции, делаем по этому проекту. Суламайские столбы и под каменно-тунгусские столбы это одно и то же. Просто по-разному называется. Суламайские называются из-за того, что находятся рядом с поселком Суламай, где проживают коренные малочисленные народы севера, Ке-То. Они же являются под каменно-тунгусскими остеками. Суламайские столбы расположены в Ивенкиевском районе Красноярского края, на стыке северной оконечности Несейского кряжа и Тунгусского кряжа, Среднесибирского плоскогорья, на реке под каменная Тунгусска, в 20-30 километрах от поселка Суламай. Представляют собой несколько каньонов протяженностью 500 метров, с крупными склонами высотой 120-150 метров и при обладании скальных базальтовых столбов различной формы и диаметром от 6 до 10 метров, при высоте от 30 до 80 метров. Перерода этих сооружений, выветривание, эрозивание и эрозийные процессы траповой формации Нижнего Триаса. Это уже географическое, геологическое описание. С 1985 года уже являются памятником природы Красноярского края. Этот памятник природы является особой гордостью местных жителей. Опытные путешественники и туристы часто сравнивают их с известными ленскими столбами по причине их похожести. Столбы являются слабоизлученным объектом природы. Существует несколько версий его мегалитическом происхождении. Их занимается, в частности, Андрей Худоногов. В течение нескольких лет проводились экспедиции совместно с КРО «Природа Сибири» и КРО «Культура Сибири» во главе с Андреем Худоноговым. На маршруте будет организована рыбалка. Изрыг в июне щука, хариус. Путешествующие туристы смогут прикоснуться к одному из самых удивительных объектов природы края, к этим выразительным скалам Астанск, которые являются уникальными памятниками природы. А также познакомиться с бытом и жизнью коренных молчист народов Сибиро-Кито. Мы будем с вами заедем в поселок Суланай, купим там что-нибудь, то есть поддержку местным предпринимателям окажем, там экскурсию проведут. И, в общем-то, пофотографируемся, сделаем так же сервис. Основная идея проекта заключается в популяризации объекта природы под каменно-тунгусские столбы через проведение путешествия в мир каменных великанов. Это маршрут, который уже готовый, разработанный был мною под ключ, он развещён на сайте маршрута Игоря Чапавова, мир каменных великанов, посредством реализации проекта «Нимфы под каменной Тунгуски», в ходе которого будут проводиться фотосессии на столбах, участники делятся своими впечатлениями и эмоциями с окружающими людьми, будут проводиться конкурсы, квесты. Задача создать такую атмосферу в ходе тура, чтобы в эти места люди хотели поехать, отдыхать, рыбачить, охотиться, совершать пешие походы, делать фотосессии, Андрей поправляет меня. Тем самым с каждым годом по направлению Красноярск-Бор увеличивался поток туристов. Под целями проекта могут быть новые знакомства, общения, общие интересы. В этом проекте участвуют и женщины, и мужчины. Мужчины участвуют, ну, уже сейчас забегая вперед, отвечая на ваши вопросы, в связи с тем, что они набираются на тур рыбачить, потому что там есть уникальные места, где можно рыбачить, на Хариусе спортивное рыболовство и так далее. Если, например, женщины участвуют в фотосессии, то мужчины ходят на охоту на рыбалку. Вечером все общаемся, сидя у костра под гитару, и делимся впечатлениями. Ценность данного маршрута заключается в том, что это не просто тур, а возможность получить личностную перезагрузку, получить новые ощущения, новые эмоции от проекта и рассказать об этом людям. Цель проекта – привлечь внимание к природному комплексу под каменно-тутгузские столбы, памятник природы Краснодарского края, путем организации туристических маршрутов Чпаловой гряд, МЧИ, Мир каменных великанов через организацию путешествия по проекту «Нинфорг под каменно-тутгузский», которая пройдет в период с 29.05.2023 года по 6.06.2023 года. Потому что следующий проект будет уже другой, там уже другие люди поедут, другие даты, он уже не связан будет с этим проектом. Значит, задача проекта – составить анкету участников, провести кастинг девушек для отбора в проект, сделать фотосессию, выявить всех заинтересованных лиц, желающих посетить объект природы под каменно-тутгузские столбы через путешествия по маршруту Выголя-Чпала, создать достаточные и необходимые условия для технического обеспечения маршрута, подготовить судно индивидуальной постройки «Экликс-4» к путешествию, обеспечить всем необходимым для комфортного пребывания участников, подготовить подробный сценарий путешествия, кто, как и чем будет заниматься в путешествии. А вот этот лед – это в каком месяце? Найти дополнительных спонсоров и партнеров проекта в целях ежегодного его продолжения на территории Красноярского края, природного комплекса под каменно-тутгузские, не все эти, флоток Утарана. Осветить проект в СМИ там год на год не приходится. А в один год может быть в атаку, в другой год может быть в атаку. Но тогда, когда лед, его преимущество бесспорное – то, что нет комаров, например, потому что прохладненько. А когда, допустим, это уже тайга, средние полосы России, тут уже как бы другая история. Осветить проект в СМИ в ходе подготовки сам факт его проведения. Провести путешествие по реке под каменной Тунгусска по маршруту «Мир каменных великанов период» с 29.05. по 6.06. Отснять фото и видеоконтент о путешествии с положительными эмоциями, образами, диалогами в локациях под каменной Тунгурских столбов и реки под каменной Тунгурских столбов. Разместить положительные отзывы. Проходите, пожалуйста. Разместить положительные отзывы участников проекта в социальных сетях, в своих личных аккаунтах. Сделать фильм о проекте. Подать проект на президентский грант в целях получения государственной поддержки. По условиям, как это все будет проходить. А, что за судно, на чем поедем. Значит, для этих целей созданного судна, индивидуально построить, оборудована жилым модуля. Площадь модуля жилого 36 квадратных метров, 12 спальных мест. Оборудована электричеством. Через генератор. Имеется душевая кабина, бойлер, насосная станция. Соответственно, приготовление пищи осуществляется внутри жилого модуля. Соответственно, здесь, это вот в момент строительства. Так он закрыт уже. То есть, это момент строительства, когда вот так вот он будет. Вот, потом закрыт. Внутри имеется печное отопление. Соответственно, ну, это, отапливаем все дровами. Вот. Что еще, что еще. Внутри имеется холодильник. На борту, за жилым модулем, имеется морозильная камера на 200 литров, оборудован биотуалетом. Модуль. Туалет на улице. Вот. Это, собственно, по этому вопросу. Значит, по... длина самой конструкции составляет 20 метров, ширина 8 метров будет составлять. уже с Татьяной, сейчас сегодня утром, вот днем, вот когда пришли... Вопрос... 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 Говорили, как кто будет есть, в случае чего... Но это уже... Это все обсуждаем. Будем смотреть... предпочтения, как, что, какие будут пожелания у женщин. Вот. И уже применительно к этому уже будем прорабатывать вопрос. С моей точки зрения, вот проект этот новый, в таком вот формате, в каком мы его подаем, он новый. И он на самом деле интересный. Он может получить, хорошее развитие. И в случае правильной его подачи, и быть поддержанным обществом, государством, иметь очень много спонсоров, проводиться каждый год, и может быть даже не один заезд делаться, может быть, а даже в разное время... Раз в день недели. Да. Нет, раз в день недели. Там все зависит от самолетов. Самолеты, видите, часто летают. Всего один или два рейса может быть в неделю. Вот я сам, когда первый раз там попутешествовал, одиночно я там прошел, все посмотрел, я просто настолько уникальные места были такие вот моменты. Не буду сейчас долго. Вот едешь, и потом поворачиваешься за поворотом. Туман такой. Из тумана вот эти вот камни великановы просто появляются, и ты такой думаешь, какой у тебя затерянный мир. Вот сейчас еще птеродактиль, если тут пролетит, то все, это уже выше крыши. Вот. И, собственно говоря, очень интересно. Места. Они на самом деле даже мистические эти места. Потому что вот кеты рассказывают такие разные легенды, что там вот люди могут зайти там куда-то в лес, ходить, там ходить, и потом через три дня только выйти из тайги. Вот. Как к этому относиться? Можно по-разному? Нет. Я просто говорю, ходят, но места мистические. Они безусловно красивые, безусловно притягательные. И я думаю, женщины, девушки, все, кто побывает в этом проекте, они получат огромнейшее это, огромнейшее удовлетворение от того, где побывали, в каких местах эти впечатления останутся на всю свою жизнь. То есть вопросы задавать мне в самом конце. В столке. Да. Я пока вкратце все, у меня пока все. Пусть дадим слово следующему выступающему. Я так думаю, что поскольку у нас Татьяна является соорганизатором этого мероприятия и выполняет одну из ведущих функций в этом плане. Я расскажу, что меня сподвигало принять участие. В прошлом году я с Игорем была на плату Патарана. Мы любовались с красотой и как бы я фотографировала очень много. Но наша компания была отлично. Никто не хотел фотографироваться индивидуально. Как так сложилось в принципе. Там водопад, что-то еще. Я такая, девочки, пойдемте, я вас красиво фотографирую. Все как-то не хотели фотографироваться. Больше было только репортаж. Репортажные фото у нас были. Репортажные фото для них счастья. Но я еще подумала, ну как можно видеть красиво так поставить водопаду, тут такая красивая елка. Я любовалась природа и у меня такие мысли были в прошлом году, что классно было бы тут фотографировать моделей, кто к этому готов и кто такое любит. И буквально прошел год, мысли-то забылось даже, а в этом году Игорь вдруг вспоминает, что фотки-то были классные, что неплохо было бы его новый проект сопроводить фотографом. И тут у меня такая мысль, зачем просто фотографам давай тут замутим что-нибудь более интересное. Проект Нимфы мне пришло сразу в голову. Отберем красивых девушек и будет это любопытнее, чем просто репортажная съемка. Плюс, как бы мы еще подумали о том, что всегда, когда компания смешана, всегда это интереснее. Но хочу сразу сказать, что проект Нимфы, фотосессия как такова, но для каждой участницы, ну грубо говоря, в красивых местах там 30 минут, там 30 минут. То есть это не все ваше время, это грубо говоря, там для каждого в отдельности ну два часа в общей сложности. Все остальное это просто поход. Поэтому первые критерии это должны быть те люди, которые любят такой вид отдыха, которым не чуждо, скажем, на природе ночевать и все трудности, которые там будут как-то нормально это переносить. Потому что с одной стороны, да, там есть душ, да, там есть туалет, но душ может что-нибудь раз вошло, такой в душ. Кто-нибудь там воду включит, в конце концов вещь такую, ты умыли стоишь, вода закончилась. Ну как бы раз, но потом она появится снова, конечно. Ну некоторые нюансы, нужно быть к этому готовым. То есть она потом появится, но это не такой душ, что ты включил дом моем, тебе течет, течет, такая вода горячая, нас много, всех этот душ сходить, а там бойлер, он определенный объем имеет. То есть есть много таких нюансов, которые нужно иметь в виду. Покушал, нужно тарелочку помыть за собой, да. Опять же, проекты у нас социальные, у нас, как вы обратили внимание, бесплатные для девушек. Повара нет. Игорь прекрасный повар, но Игорь, он будет капитаном. Но чтобы он готовил, это все хорошо. То есть девушки, которые будут в компании, они должны ему картошку почистить, морковку, там что-то раз, поднести ему, чтобы он только, или ему же командовать будет. Ну как-то это на вопрос решить, потому что должно быть комфортно. Поэтому мы не зря разработали с Игорем анкету, чтобы так примерно понять. Потому что прежде всего это комфорт, компания должна быть и люди, которые любят поход. А какие плюсы я вижу по поводу фотосессии? То, что здесь классно то, что природа раз, поменялась, там поменялся свет, там туман какой-то вдруг. И вот они модели соряда, можно раз быстренько тут все взял модель и начинаем фотографироваться. Или вдруг там красивый рассвет, такой красивый, что можно сказать, туда кого-нибудь натолкнуть, типа хватит купать, пойдемте. Там рассад как раз блестит. Да, или там закат. И поэтому фотки, мне кажется, можно просто сделать там для журналов, там не знаю, зарубежных раскидать. Кстати, в Инстаграме часто ко мне журналы обращаются, присылаете фото, вот эти ваши фото подходят. Ну, когда модели сами, мои модели активно начинают участвовать, то мои фотки размещают в журналах. Самой мем, ручьи не доходят этим заняться, хотя четко знаю, что очень можно сделать много кадров, которые действительно в журналы идут. Поэтому я не могу это, скажем, говорить, что вот, мы это сделаем, но мы это можем сделать, потому что журналов очень много, реально много. И попасть в журнал, в принципе, не составляет такого великого труда, как кажется, может быть, когда ты этим не занимаешься. Так, потом, второй момент. фотосессия у нас не то, чтобы прям ню, хотя вопрос такой есть, вообще я хочу, чтобы фотосессия была в одежде, но она должна быть эротичной, красивой, где-то ножка, где-то плечо, где-то там что-то еще. Я скинула в чат фотографии, которые я нашла в интернете, как я примерно вижу. И образ, в принципе, каждая модель должна себе подобрать будет сама. Ну, на берегу заранее мы их проговорим. Там, может быть, какие-то такие нюансы, венок там, сплески из цветов. Цветы в июне какие-нибудь будут уже, Игорь? Вот. Первый цвет прострелы? Вот. Прострелы? Да, что-то такое сделать. Мне кажется, просто будет офигенно, конечно, все это продумать. А, кстати, вода, наверное, холодная, да, за какие-то воду вода ледяная, может быть, это тоже все нужное. К этому быть готовым, здоровье хорошее имейте, не бояться холодной воды, если что. Вот, например, когда в нашей компании под водопад, кроме меня, никто не залез. Ну, фотки же были красивые. Хотя, все фотки, как я дала сфотографировать, очень много было смази, то есть я не в резкости, не попали, но что-то там, где попали, уж то и выложила. Никто не захотел водопад, хотя оно так красиво. Ну, холодно, ну, ну, постоял чуть-чуть, как бы не все время уже там стоять. Вот, у нас есть баня, которую можно топить вечером. Так, что-то еще хотела сказать. А, по поводу, там, макияжа, прически тоже надо нам как-то подумать о том, что будет делать, потому что у нас все-то надо, чтобы на фотографии было красиво, все равно макияж там сделать, взять с собой все, что нужно и уметь это сделать самому. Да, а, по поводу, вот, значит, по поводу, скажем, отбора вот этих семей участниц. Хотя, скажем, кто вдруг не попадет в этот проект, в следующем выигре будет полтора, на следующем будет опять повтор. То есть, в принципе, можно попасть на второй или на третий. На первый момент, это мы почитаем анкету, кто что ответит, это важно. Посмотрим ответы. Второй момент, я хотела сделать, типа, фото-пробы. я понимаю, что многие у меня были, но не все были. Некоторые, кто был, допустим, в других условиях, а мы хотим, чтобы фотографии были примерно в одном формате. Например, ну, можно, в белой рубашке, не знаю, какой-то легкой, платье, светлый. В принципе, я хотела бы, чтобы на фото-пробах, которая будет, экспресс-такая съемка за тысячу рублей, снять в студию, тысяча человека, и несколько часов, несколько дней, можно сделать в будние вечера, ну, допустим, в субботу утром, сделать несколько фотографий, чтобы во время фото-пробы я вижу, как модель двигается, мне понятно, как я с ней могу работать. Мне важно, чтобы я видела ноги, ну, то есть, какие-то эти платья, там, или длинные, но с разрезами, или короткие, ну, то есть, ноги, плечи, вот, ноги, плечи, ну, чтобы в целом очертания фигуры можно было понять, вот, то есть, там мы спрашивали, в купальнике, не в купальнике, нет, купальники, все не обязательно, но чтобы фигуру можно было понять, все такие, уже мы предполагаем фотографии делать чуть-чуть эротически, но поэтому надо, чтобы мы все красивые были на фотках, вот, волосы длинные приветствуются, ну, как бы, я понимаю, из длинных волос, там, таких, наверное, тоже слишком, мы не будем искать из тех волос, которые есть, вот, что еще? Парики, парики. Да, и вот на этих фотопробах, как бы, будет с одной стороны портрет, здесь мне важно, как вот руками, там, вот, руками около, ну, чтобы, изящные пальцы, руки, портрет, и в полный рост, ну, то есть, в принципе, фотография в любом случае, это будет не просто фотопроба, в любом случае, сейчас фотографии останутся, как бы, которые я все обработаю, отдам, ну, и потом уже, исходя из анкет, общения, не знаю, наверное, будучи, это еще общение будет, игорь у нас, потом, надумаю, ну, и анкеты вот этих фотопроб, которые, мы выберем, все им участниц, по возрасту ограничений, как бы, нету, хотя я хотела молоденьких девушек, помоложе, но не сильно молодых, ну, я хотела, я хотела, сначала, там 30-40, я хотела, но потом, на самом деле, коррекции, возраст, наверное, готовность участвовать в таком походе, второе, все-таки, ну, внешние данные, да, встроенность, умение позировать, умение работать, умение работать, там, опять же, холодная вода, вода, ну, конечно, все-таки, опыт модели, он, конечно, прелестуется, потому что, когда я работаю, ко мне приходит модель, и не модель, я всегда это чувствую, потому что модель, она прям, с ней легко, она, и руки правильно ставить, взгляд, делать, как нужно, куда нужно, да, вот, я рассказала все, что хотела, да, по поводу проб, я там поставила 11, фотопроб 11-12, то нужно сделать 10-е, пятницу вечером, 11-е, я потом в тщате напишу, чтобы мы записались, там, по 5 человек, можно, конечно, сама анкета, но все, она была, она была в этом, пчате, но кто попал позже, он мог ее не увидеть, я тогда ее сброшу, тогда просто надо будет там написать, что мне анкета, ну, или личку написать, мне я сброшу анкету, анкета, там больше таки опросы, общего плана, именно, на коммуникабельность, на, 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 на любовь к походам, все-таки, все-таки легко, прям, мы так вот не гнили, все-таки думали, что там легко, нет, там все равно, и мошка может быть, это, потому что, для меня вот самое ужасное, если вдруг кто-то думает, что я готов, придут, а потом начинается гундеж, что-то тут мошка, что-то тут холодно. Живой модуль, и, соответственно, кают-компания, будут гораздо больше в этом году, на 10 квадратных метров, если я не ошибаюсь, да? Ну, мы думаем, что-то есть, да, вот, это во-первых, во-вторых, в те сроки, в которые планируется экспедиция, ни мошки, ни комаров, никакой другой живности, кроме медведей, там нету, но медведи, они сами там людей боятся, почему? Потому что местные жители периодически за ними охотятся, и заслышав, как бы, приближение человека, медведь не будет никогда выходить никуда, просто уйдет. Я вот рассказывал, что у нас рыбачили, там, отошли на 500 метров от лагеря двое туристов из Иваново, и девушка вот это все время хотела медведя увидеть, и говорит, ой, где медведь, где медведь, мне обещали медведь, и тут выходит медведь, там, буквально там, в 100 метрах от них, из тайги на берег под каменной Тунгуски. Они как начали кричать, медведь, медведь, чипалов в лодку, там, по глазам, смотри, спасать их. Но они так громко кричали, что медведь почесал лапой за ухом, сумасшедшие на свободе какие-то, пойду-то я отсюда. В общем, сам удалился без всяких эксцессов. Вот. И я хочу, что подчеркнуть, что вот тот формат, вот этого вот, жилого модуля, он позволяет вообще, если вы не любитель даже природы, не любитель там ходить по камням, или еще что-то, можете вообще на берег не выходить, а просто провести весь, всю поездку, в крайнем варианте. Да, потому что там и палуба достаточной площади, и сам модуль жилой, если можно. Тогда же можно и аспортные стучки поставить. Можно. Можно все. Можно все. Да. Вот у нас присутствует, значит, один из генералов местных, компаний Арго, Владислав Кравченко, который уже не первый год ездит с нами в путешествия, и совершил на разных этапах в том числе вот на данной модели, путешествия со всей своей командой, там сколько вас было, 12, да? 12 человек, и он сейчас поделится своими впечатлениями об условиях, как это все выглядит в реальности. Добрый вечер. Я вот вам просто скажу, что я свою компанию уже два раза мы ходили с Игорем по маршрутам. Люди очень довольны, потому что условия прохождения маршрута, они комфортны. То есть вот этот модуль, сейчас тем более следующий модуль будет он еще больше, длиннее, как говорится, объемнее. то есть в модуле спальные места, как в купе вагона. Полочки четыре, одно купе, второе купе, там третье купе. То есть спать комфортно, печка греет, если холодно, то тоже комфортно. Ну, спальники надо брать, чтобы совсем уж не замерзнуть. В спальниках спать тоже совершенно комфортно. Вот я говорю, мы ходили своей компанией, 12-14 человек. Да, где-то помогали по приготовлению еды, но это совершенно не напряжено, это только в удовольствии. И какие впечатления все получили. То есть, ну, мы вот могли показать, у нас там 300-400 фотографий, тоже как мы ходили, как все были довольны, и как купались, и как шашлыки жарили, и все это самое. Все. То есть, путешествия на таком транспортном средстве, это очень-очень комфортное мероприятие. Так что, бояться не надо. Тем более, в конце мая, в начале июня, диких зверей, которые летают и жужжат, их еще нет. То есть, у нас девчонки и купались, и все, это самое нормально. В Енисее мы купались, это самое все. Все шикарно, прекрасно. То есть, удовольствие от такого путешествия, неизгладимое, потому что, понимаете, в такие места попасть очень сложно и тяжело. И то есть, это, в общем-то, может быть тем единственным шансом, который вам вот выпадает. Шанс. Я нисколько не утрирую это, потому что, пока таких маршрутов, кроме вот, как Игорь делает, никто не делает. Вот именно по таким местам. Потому что, да, можно на теплоходе пойти, но там вы ничего не увидите, и это совершенно другое дело. И вот, как раз, я хочу вам всем, мы с Игорем тут обсуждали, я тут подготовил маленький текст, который, может быть, будет каким-то маленьким шагом к вашей мотивации к этому путешествию. все, что вы сейчас имеете в своей жизни, когда-то было вашей мечтой. 90% того, что у вас сейчас есть, жилье, машины, отношения, все это вы когда-то намечтали, и все это реализовалось. Просто, когда это случается, мечты плавно входят в нашу жизнь, но мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И это норма. Хотя несколько лет назад мы могли об этом только мечтать, но когда это становится нормой, мы забываем, что сами намечтали себе это. И для того, чтобы нам каждый день получать все больше радости, чтобы мы могли развиваться, нам нужно больше мечтать. Если вы не будете ставить цели, а будете мечтать и идти к этим мечтам, то ваша жизнь наполнится новыми событиями и энергиями. Если вы будете фиксировать результат «Я это намечтал», тогда жизнь заиграет другими красками и мир откроется по-новому. Так что, вы можете открыть себе новый мир. Спасибо. А температура воздуха в это время там какая? 20, 25, 18, от 10 до 25 градусов. Ночью прохладно. Я еще раз повторю, что вот этот формат вот этого жилого модуля, он позволяет вообще не замечать вот эти погодные условия. Ни дождь, ни холод. ну понятно, что вы возьмете с собой какую-то одежду похобную, которая вам позволит. Пуховик обязательно. как бы в одну из экспедиций у нас девушки из Москвы брали купальники и загорали там. Ну не знаю. Потому что на воде всегда холодно, да? Ну да. Ну смотря на какой, на холодной воде холодно, а на теплой не очень. Ну вот мы по Енисею ходили, мы на это самое, мы все идем по Енисею, на палубе все загорают, все полностью в купальниках, в шотах, все. Совершенно нормально. Это мы как раз в то же время ходили, даже чуть пораньше. А можно вопрос? А как добираться с Красноярска до теплохода? Самолет? До Бора? Или до самолета? Не теплохода, а вот этого это частный вопрос, давайте его в конце разсудим. Что-то важно как разбираться с самолетом. От Енисейска. От Енисейска где Балахотка. Либо самолет два раза в неделю, либо до Енисейска доезжайте на автобусе и 8 часов до Бора здесь только авиабилеты. Авиабилеты. Вот это даже люди спрашивают. Здесь мы не будем собирать, кто приехал, кто не приехал. Мы сразу все авиабилеты взяли и сразу выехали. брать и прием и прием и марта забрать билеты. Очень хорошо, очень хорошо. Следующим у нас по плану должен был быть кинорежиссер и телеведущий Андрей Гришаков. Мы его срочно вызвали вести передачу вместо заболевшей першоны. Поэтому он дико извинялся, но обещал обязательно на следующее наше мероприятие прийти. Ну, может быть, вы знаете, он снимает фильмы про природу Красноярского края, про очень интересные места и так далее. Вот, кстати, Руслан Лемешев тоже бывает руководитель студии Лель, который сегодня съемку осуществляет. Ну, и, конечно, как Таня отметила, очень немаловажно будет, так скажем, взаимоотношение в коллективе, чтобы люди, участвующие в этом туре, они понимали, что, ну, как бы, это все временно, это когда-то пройдет. Потому что, ну, всякий может быть, так скажем, человек, который в первый раз попадает в такие условия, он может испытывать действительно какой-то дискомфорт от неожиданности просто, да, и насколько-то неожиданно также реагировать на это и приводить, в свою очередь, шок окружающих. Вот. И в связи с этим, вот, как бы, с психологической точки зрения я попрошу нашу хозяйку, так скажем, нашего заведения, Наталью Самородову, заместителя директора гостиницы «Красноярск», выступить по поводу именно взаимодействия людей, взаимодействия с персоналами. Здравствуйте. Спасибо. На нашей территории мы всем рады всегда. Приезжайте, приводите своих родных, близких. У нас есть свадебные, но мы можем отмечать здесь. Мы, работая здесь, естественно, очень вплотную связаны с туризмом. Мы сами любим путешествовать, мы сами много где бываем. Я имею в виду в крае, не говорю про заграницы. И когда действительно уезжаешь на дикий отдых, мы все начинались в Хакасии. Не знаю, как вы, но мы все были там. с мамой. Да, Хакасия, отдых в палатках, с маленькими детьми. В то время там не было никакого благоустройства, поэтому вот, наверное, тогда мы пережили первый шок. Но это было какое-то удовольствие, потому что разгрузить голову, найти в себе и вытащить что-то новое, получить от этого кайф, дорогого стоит. Просто нарезка смена в сторону. Вы выходите из зоны комфорта и вы уходите от наших привычных каких-то ништяков, которые нас окружают. Но вы просто должны правильно подготовиться, взять правильную одежду, взять с собой необходимую аптечку, взять с собой средства по уходу за кожей женщины, взять правильную обувь, термобелье, зеркало, пуховик обязательно. Летом пуховик в Хакасии нужен, эти здесь тем более. Ну и конечно хорошее настроение и поддержку взаимопонимания, потому что в большой компании с незнакомыми людьми, когда ты приходишь, но все же зависит от нас. Если мы ищем конфликта какого-то, он всегда будет, всегда можно найти, услышать не так, как тебе сказали, поймать интонацию, а можно же все вывернуть и все будет по-другому, да, где-то полегче отнестись к чему-то. Мы женщины, гормональные у нас всяко бывает, но я считаю, что все равно это все внутри нас, и если вы едете получать удовольствие, вы его получите. а когда еще будут рыбаки, надейтесь только, они сильно вас не загружили. Нет, ну это прекрасно, когда есть еще рядом мужчины, вы будете больше улыбаться и, наверное, все будет лучше. У нас просто очень часто, у нас здесь все рыбаки останавливаются обычно транзитом, кто едет издалека, Москва, Санкт-Петербург, там, все и дальше, и все останавливаются, я и вижу, какие они едут на рыбалку, какие они едут с рыбалки довольны, довольны, уставшие, но... И вот это преображение людей, ну вот, поверьте мне, я работала на ресепшен много лет, и видела, как эти мужчины приезжают такие чинные, ну, депутаты, все такие приятные, и приезжают с рыбалки, они совершенно такие вообще другие, ну, они идут, делают маникюр, подстригают, все приводят себя в порядок, но у них просто абсолютно другой взгляд, вообще, вот они как будто заново родились, это здорово, у нас товарищ приезжал тоже, они вертушкой, по-моему, закидывали вот в этих местах, он приезжал, приехал с такими голлунами, харюза черного, а лицо было улыбка вот от уха до уха, и он такой ходил счастливый, глаза эти сияют, поэтому я думаю, что вы там и рыбачить научитесь, и фотографироваться, и все делать, это мечта, поэтому очень желаю вам. Еще один аспект, который Игорь скользь упомянул в своем докладе, значит, я хочу вас серьезно предупредить, это может быть действительно культурологический шок, почему, потому что который случился со мной в 17-м году, когда он меня затащил куда, я, честно говоря, просто с ним пошел туда, для того, чтобы убедиться в том, что это аналог ленских столбов, потому что по форме это практически они очень похожи, но когда детально там подобрались уже поближе, а я до этого несколько лет уже занимаюсь изучением вот таких каменных сооружений на предмет их возможного искусственного происхождения, если кто-то бывал на наших красноярских столбах, то, хотя глаз уже замыленный, потому что мы вот с таких лет ходим туда, если это кажется привычным, но, например, скала львиные ворота, да, где огромный камень висит между двух, зажатый между двух стен, и определенные признаки вот таких как бы неприродных факторов мне удалось обнаружить в том числе и на Суламайских столбах, и на столбах Шумихинских, которые расположены как раз на той реке, где мы будем стоять лагерем, и если у кого-то будет желание поучаствовать, так скажем, в исследованиях в этом направлении, то это всегда будет приветствоваться и вы получите еще дополнительные впечатления, сейчас я попробую некоторыми фотографиями проиллюстрировать это, вот, значит, вы видите симметричную совершенно конструкцию из двух, створчатая, двухстворчатая такая, да, и между этими створками, вот это расстояние, оно примерно одному метру равняется, и в глубину, удалось мне засунуть рулетку туда на два с половиной метра, но потом, забравшись наверх, я увидел, что это вход подземелья, и он обрушен, то есть его края не находятся на одной высоте, а середина, вот эта обваленная, она находится на высоте где-то около полутора метров ниже, то есть заваленный вход, вот, вот это место находится совершенно недалеко, вот тоже еще одна интересная конструкция, то есть коническая башня, вы видите, совершенно гладкими стенами, да, качество поверхности вот этой и вот этой резко отличается, да, то есть здесь хаос какой-то каменный, такой, как разваленный, да, а здесь видно, что какое-то разумное разумное сооружение, ну, по крайней мере, можно предположить это тоже похоже, причем, вот эта поверхность, она производит впечатление, как будто она штукатурена, то есть она даже в нижней части, она не имеет вот этой трещиноватости, которая наблюдается наверху, как монолит, тоже это уже набивший оскомину всему миру снимок, типа, да, но это наподобие кладки там в Греции, полигональная кладка, но факт он, что она находится ни в Греции, ни в Перу, где можно это списать на древних греков или там на индейцев, которые это все строили, да, а находится в глухой Венкийской тайге, где это только на медведей можно списать, да, что вот взяли и построили такую стену, то есть это имеет очень интересные перспективы, это вот тоже, по моему мнению, часть какой-то конструкции, потому что здесь имеются вот такие вот, видите, закругления, да, краю, не характерны для природного разреза, ну и вот основное открытие, по поводу его мы даже писали письмо председателю правительства и он как бы выделил даже не выделил, а одобрил проведение экспедиции специально по изучению вот этого объекта в 2022 году, но вы сами знаете, что случилось, то случилось, все отменилось и здесь вот этот прямоугольный постамент, где-то три на три стороны его, но верхняя его поверхность она расположена не строго горизонтально, а чуть-чуть с небольшим наклоном сюда, и вот эта башня, она имеет где-то 15-метровую высоту, здесь нет полного ее снимка, но при желании, если кто-то захочет, я полный альбом этих фотографий предоставлю, она мало того, что высокая и встроенная, да, она еще и расширяется кверху, то есть она имеет вид такого набалдашника наверху, но самое интересное не в этом, самое интересное, что вот эта порода, это действительно базальт, долерит или диабаз, в общем, это очень прочная порода, которая она вообще как бы за миллиарды лет вода не может ее источить, потому что это, ну, представляете, что такое базальт? И вот это тоже базальт, а вот эта прослойка светлая, которую вы видите, да, она как бы дает возможность вот этой башне стоять вертикально, то есть это как будто бы вот это место, да, забутовано специально, чтобы ее выровнять относительно центра массы, и вот эта прослойка, она состоит из материала типа известняка или гипса, то есть эти исследования мы проводили в Академии наукно-электронный микроскоп, и там все четко как бы показало, что совершенно разные это породы, что это два разных совершенно материала, и очень большая схожесть именно с гипсом вот этого материала. ну вот такие вот как бы я вам замануху очередную закинул, то есть кто захочет прикоснуться вот именно вот к этим объектам, то я всегда в вашем распоряжении буду. Спасибо. так, ну что у нас следующее? Леонид, знаете, я тебе звонок еще одну мог дать, имя Псалыча. А может быть вообще в принципе девушка, я думаю, что вы тоже правильно это оцените, мы сформировали, так сказать, из наших гостей определенное жюри, так скажем, чтобы оценка и отбор кандидатов, кандидаток, он не был каким-то между собой, точеком между Таней и Игорем. Они знают, что Андрея. Нет, я в свое время, вот Валерий Михайлович не даст собрать, в свое время был организатором первых конкурсов красоты в городе Красноярске в 88-м и 90-м году. Поэтому мы немножко в этих процессах как бы понимаю. Каждый мужчина так считает для себя. Таня, я на этих красавиц уже смотреть потом не могу, честно, мне сказали. Поэтому мы решили пригласить действительно профессиональных, уважаемых людей, Андрей Гришаков, тоже известный телережиссер, и Наталья Ивановна, так, и еще должен был у нас профессор с института. Будут в процессе путешествия музыкальные вечера, то есть номера, и сам проект будет в такой вот хорошей атмосфере проходить. улыбаемся всем. Эмоции, эмоции, еще раз эмоции. «Тережиссер» КОНЕЦ